Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Господа, всем привет! Вы на канале Свежак И с вами, как всегда, Чернокнижный И максимально субъективный обзор круговорота вселенского пиздеца Ну и обзора свежих новостей В начале нашего выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала Подписку и ваши лайки Понеслась! А вот кого сняли с этих самых высот и поставили на свое место Им оказался господин Песков, с которым недавно произошел интересный случай Странно, что с ним обычно что-то с его усами происходит А тут вдруг его личность была задета, буквально Пескова не узнали на открытии катка и отказались пропускать Да-да-да, речь идет о той самой бабуле, которая действует строго по протоколу А я что, должен был быть в списках? Ответил Песков, сотрудница катка, которая его не узнала А с другой стороны, она что, искусственный интеллект Яндекса, который должен всех распознавать по лицам? Нет, в списках до свидания Но Песков все-таки сделал тайный звонок и его пропустили Как думаете, кому позвонил Песков? Напишите парочку фамилии, а мы потом определим самого влиятельного человека С помощью которого можно попасть на каток Когда твоей фамилии нет в списках И не помогают даже усы Походу Песков и Чубайс звонят одному и тому же человеку решать свои трудности Помните, пару недель назад российская пенсия чуть не поработила Чубайса Но он как раз воспользовался звонком друга, как в той передаче И вуаля, теперь спецпредставитель президента по связи с международными организациями для стяжения цели устойчивого развития Сообщила пресс-служба Кремля И вот, все-таки Чубайс с Песком знают, кому надо звонить трудные минуты жизни Хотя, Чубайса всего 65 Мы знаем, что когда речь идет о повышении налога и возрасте политиков Наши сразу равняются на запад Это я сейчас про Байдена, там мы вообще 77 Хорошо, что они хоть пенсионный возраст до 77 не подняли А то ведь уровень жизни в России, в нашей стране с 70% среднего класса Ого-го какой! Пенсионный возраст можно было и до 100 лет России поднимать С таким-то уровнем жизни Вот только индексация пенсии зависла в 2016 году Но это уже другая история Хотя, мы-то с вами знаем, кто поддерживает и пенсионную реформу И после теплых слов про депутатов в партию лезет Это, кстати, два разных человека Но на одном поле детище Обнажили медийные ножи два супергероя Мнение которых меняется каждое десятилетие Не трогайте артистов и проституток, и кучеров Они служат любой власти Ну как тут со словами Колчака не согласиться Если кто-то не знает, то между бастой шнуром разгорелась нехилая варева Подкрепленная стихотворными оскорблениями с налетом поэзии Если честно, то хер там разберешь, за какие бока они кусают друг друга Но то, что рыльцы в пушку у обоих, так это отрицать-то не стоит Один депутатов пидорами называет, а сейчас партия и состоит А другое слово улиц на рекламу шампуня и банка поменял Вот тебе и доверяй потом словам-то А сейчас эти чуваки рубят, кто прав, в ситуации, которая просто задевает шкурный интерес обоих И плевать они хотели на высказывания прошлых лет Ну, хуй знает, а вы мне еще за мат предъявляете Да им таким похуистическим отношением к сказанным своим словам в прошлом Сансару на пару петь надо Два сапога-то пара Вот такая вот она, местная селеба Гонят друг на друга, не надо даже хлеба Палец тыкая, не помнит сказанных словечек А другой надеется на хлопанье овечек Кто там барин, кто баран, уже и не разобрать-то Вот такая вот баланда, не надо нам де-факто Эх, что там баста со шнуром Вот Петросян со Степаненко Хотя уже Петросян не со Степаненко, а с новой молодой супругой Татьяной Брухоновой Которая осталась дома, пока тот на тусовке звезды инстаграма пришел уже за другой молодой девушкой Которая называет своей помощницей Она его фотала, протирала руки септиком и помогала пить таблетки Судя по всему, таблетки не только от хвори Но и в них содержится какая-то конская сила Раз 75-летний ваганыч так ловеласничает Я когда смотрел совместное выступление со Степаненко Я даже и не догадывался, что старый такое варево может замутить В последнее время что-то участились случаи неприемлемого поведения в обществе То святой Тарзан каша со своей молодухой наварил Тот же ган в клубе ноги танцовщицы облизал Хороший левак не укрепляет брак, а разваливает семейные ценности Вот мы и подошли с вами к самому вкусному в этом выпуске Все-таки выяснили, что у Запада есть мягкое оружие, давление Мягкое оружие Запада Нет, вам не послышалось, я именно не оговорился Калининградец просит мэрию брать озвучку остановок на английском Двуязычное объявление в автобусах ввели еще в 2018-м к чемпионату мира Турнир давно прошел, наступила пандемия Туристов в такое время особо нет Вот местный житель Юрий Иванов и решил с этой практикой покончить Его она раздражает Негоже в древнем русском городе на иноземном болтать Мужчина написал в мэрию о своих оскорбленных чувствах И сказал, что это мягкое оружие Запада Но после таких заявлений становится понятно, за кого голосовал данный гражданин По такой логике нужно и машины иностранные с дорог до троп наших русских убирать И одежда должна быть только из льна русского И никакого низкокачественного китайского дерьма И уж тем более американского продукта тоже нужно только наши оставлять Гречи там, овес и желательно всех, кто при власти на лошадей с каретами пересаживать А то уж больно дорого обходятся нам эти все кортежи бронированные Хотя чего и от честных людей нужно охранять лучше Сколько они еще нам добра-то сделают Унести бы это все Господа, понравился выпуск? Не забывай поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok